всем привет и добро пожаловать на канал биби таки dolls и сегодня у нас распаковка долгожданные куклы это вторая клубная кукла 2020 года то есть предзаказ на нее я сделала больше года назад и надо признать что вышла то она в конце декабря просто до меня шла очень долго потому что мне немножко не повезло посылки вместе с ней я заказывала еще другие вещи косметику пластинки и все это шло на склад очень очень долго мне пришлось ждать пока все это дойдет чтобы все вместе одной посылкой отправить и потом мне не повезло еще раз потому что на момент когда я решила уже эту посылку переправлять в россию к себе домой что-то произошло и аэропорт в штатах внес ограничения на вывоз грузов самолетами и грузы были похоронены фактически в аэропорту и склад через который я заказываю вывозил их окольными путями но все в порядке все дошло в целости и сохранности я немножко подзаглянула чтобы убедиться что все целенькое но вскрывать будем вместе с вами и чтобы получить эти эмоции вместе это кукла наталья фаталь энна марада и это не просто кукла это целый гиф-сет если вы следите за какими-то кукольными коллекционерами например в инстаграм или на ютуб то наверняка уже видели эту куклу потому что ее уже все открыли все посмотрели все потрогали нафотографировали переодели да я делаю это последний но радости от этого меньше не становится и у меня был план но немножко тоже порушился потому что когда я думала что все моя посылка сейчас поедет я специально под эту куклу сделала маникюр но так как посылка шла довольно долго то маникюр мы уже не такой красивый как был изначально но ничего нам ничто не помешает насладиться этим гиф-сетом и давайте по традиции все вместе откроем посмотрим примерим все вещи и затем я расскажу вам немножко о самом персонаже наталья фаталь и мы обсудим с вами что же увидели и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это очень коварная дама И она является врагом практически всех персонажей Integrity Toys А дело в том, что ее коварство похоже на историю Дома Гуччи Наталья Торзок Дима Торзок Дима Торзок Все еще можно найти на просторах интернету Итак, начну с тиража Дима Торзок 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 очень красиво. Мне понравились аксессуары, именно украшения. Мне очень понравилась сумка. Она какая-то, на мой взгляд, довольно простенькая. И, если честно, я не люблю сочетания розового и красного. То есть, в разных оттенках розового, да, но розовый и красный мне почему-то не нравятся. Хотя, да, я знаю, что это сейчас дико модно. Обе пары туфель красивые. Такие розовые с блестками. Достаточно сложные при надевании. И черные с помпошками. Это вообще любовь. Давайте буду рассказывать обо всем прям сверху вниз. Начну. Давайте вот с платья начну, раз уж о нем начала говорить. Платье очень красивое, но нельзя поставить куклу на подставку. И немного помучитесь, если решите его снова надеть. Да, снять-то не сложно, а вот надеть, застегнуть корсет довольно сложно. И при отрезании лески сверху с шеи корсет держится на теле куклы. Все в порядке. Вот корсет, который идет отдельно, он держится уже похуже. Он был на манекене. И на груди он сползает. То есть, если вы просто ее поставите на пол, то он будет держаться на месте. Если же вы будете ее двигать для фотографий, то постоянно придется этот корсет поправлять. Очень красивый пеньюар. Мне безумно нравится вот этот кружевной халатик. Очень красиво, очень нежно. Будьте очень аккуратны при надевании, потому что кружево супер тонкое. Его очень легко порвать. Красивое украшение. Мне очень нравится, как выглядит колье. Хотя, с одной стороны, это очень удобно, что нет вот этой безумной застежки, супер мелкой, которую вы с ума сходите, когда застегиваете. С другой стороны, оно часто падает. То есть, разрез, он довольно большой, и колье может упасть. При надевании сережек вообще делайте это с любыми куклами Integrity. То есть, когда первый раз надеваете сережки. Если вы начинаете надевать сережку и чувствуете, что она идет туго, не надо на нее давить. Вы можете ее сломать, то есть, у вас сама сережка отломится от штырька. И починить это уже будет очень-очень сложно. А иногда вообще невозможно. И прежде чем надевать, если вы чувствуете сопротивление, возьмите иголочку и пошрудите в дырочке в ухе этой иголкой, чтобы немножко расширить отверстие, чтобы сережка легче прошла. Вообще, кукла очень красивая, очень удачная. Но я бы ее ни за что не порекомендовала людям, у которых это первая кукла Integrity Toys. А и людям, которые, наверное, очень эмоциональны. Потому что вам понадобится очень много терпения. Это сложная кукла в обращении. Количество мелких деталей и сложных застежек здесь просто запредельно. Мне кажется, это самая сложная кукла из всех, что у меня были. Во-первых, тяжело обращаться с корсетами. Вообще, когда вы видите на Integrity, то есть одежду, которая очень плотно сидит, да, это могут быть какие-то корсеты или какие-то облегающие платья. Будьте готовы к тому, что это будет очень сложно. Застегнуть на кукле их бывает сложно. И вот корсет это, наверное, самое сложное. И есть здесь мучения с аксессуарами. Начну с помады. Помаду можно открыть, но ни в коем случае не пытайтесь ее просто тянуть. Я сделала это неправильно. Я начала просто вытягивать крышечку и вот нижняя часть от помадки у меня отвалилась. Она на штырьке и приклеена изначально. То есть, почините эту помаду довольно просто. Вы просто немножко капнули клея, да, и штырек обратно вставили, но тем не менее. Помогайте себе опять же иголочкой. То есть, иголочкой подденьте крышку и снимите. Пудреница меня свела с ума, потому что я пыталась ее открыть, но я не могу ее даже подхватить, потому что эта пудреница все время у меня... Она у меня просто летала по всей комнате. Не хотела никак открываться, но в итоге я тоже сделала это с помощью иголки. С помощью иголки вы можете поддеть эту крышку и ее открыть. Так как она посеребренная, возможно, при открывании у вас немножко отколется краска. То есть, здесь тоже нужно быть очень аккуратными. Кукла, повторюсь, в обращении сложная, и поэтому, если у вас нет какого-то особого опыта по переодеванию кукол Integrity Toys, если вы не сталкивались никогда с таким количеством мелких деталей, вам может быть сложно. И если это ваша первая Integrity Toys, то нет, стоит выбрать какую-то другую. Иначе просто вы можете разочароваться в этих куклах раз и навсегда и больше никогда на них не посмотреть. Хотя сама кукла очень красивая, мне она очень понравилась. Стоит ли ее покупать? Да, пожалуй, стоит, но если вы готовы к тому, что это будет сложно и долго. На самом деле мне пришлось даже сделать перерыв между съемками, потому что эта кукла меня просто вымотала. Я просто устала это делать, приостановилась, потому что поняла, что все, нервы мои на пределе. Но я вообще не жалею ни разу о том, что я ее купила. Я очень рада. Это долгожданная кукла. Моя первая Наталья в коллекции и безумно красивый молд. Обожаю яркий макияж на куклах, обожаю темные волосы, темный скинтон, очень красиво. И, конечно же, бельевые коллекции просто обожаю. И эта кукла собрала в себе все, что мне вообще нравится в куклах. И, конечно же, все, что есть у нее из аксессуаров с собой, перекочует в мой кукольный домик, наверное, в ванну, на туалетный столик, для того, чтобы куклы у меня могли прихорашиваться, краситься и душиться. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, вам было интересно и познавательно. И если вы думали о покупке этой куклы, то, надеюсь, я вам рассказала обо всем, с чем можно столкнуться и где нужно быть внимательными. И вы не повторите каких-то моих ошибок, которые я совершила при распаковке. И если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Пишите в комментариях, как вам эта кукла, понравилась ли она вам, что вообще обо всем этом думаете. И до скорых встреч. Скоро выйдет новое видео о кукольном годе 2021, Виклаб 2021. Прямо что кукольный год закончился и вот-вот начнется кукольный год 2022. И если вы хотели в него вступить, то уже пора заглядывать на сайт, оставить свою почту во вкладке Виклаб, для того, чтобы вам пришло уведомление о том, что кукольный год начался. Следующее видео о кукольном годе, оно будет очень длинное, большое подробно и с большим количеством эмоций, потому что много чего произошло за этот год и я подробно расскажу всё, что выходило за этот год и как я к этому отнеслась.